И расскажи, пожалуйста, что ты чувствуешь о нем? Как ты чувствуешь его? И что о его эмпатии? Какие черты характера ему присущи? Какие у него проблемы? Какие достоинства, недостатки? Все, что ты можешь рассказать об этом человеке. Его аура под защитой. Он склонен верить в разные порчи, сглазы, привороты. Все, что можно только придумать. У него повышенная внушаемость. Защита у него в ауле. Половина этой защиты это что-то как кокон. Чем он в жизни занимается? Какая его самая большая проблема в жизни? Здоровье. Дыхание. В его ауле я вижу здесь. Это как дыхание или экши синдио. Покажи мне еще раз. Это дыхание или сердце? Да. Я очень плохо вижу органы в ауле. Но его аура нестабильна в этих областях. Она пульсирует и... Сейчас отключись от своего наставника. Поблагодари его. Скажи ему спасибо. И отодвинь. Сделай глубокий вдох-выдох. Настройся на свою душу. Просто настройся на себя внутри, на свою душу. И задай себе вопрос. Что я чувствую, когда я вижу этого человека? Что важного я должен ему сказать? Какая информация о нем снимается с первые моменты информационно? Через душу. И просто все, что идет в голову, говоришь мне. Без наставника. Все, что идет. Не стесняйся. Проговаривай. Я ищу. Какая у него проблема? Он боится. Боится. Мало времени. Так. Какая проблема по здоровью? Убирай наставника. Наставника поблагодари в сторону. Вдох-выдох, обращение только к своей душе. Можешь обратиться к его душе. Но общение только на уровне душ. У него медленно циркулирует кровь и низкое давление. Отлично. Что у него с печенью? Что у него с печенью? Вина есть. Наставника убираем. Вдох-выдох. Наставнику спасибо и в задницу его. Цвет другой. Отлично. С чем связаны изменения цвета? Обращение к душе. Размеры. Размеры. Прекрасно. Обращение к душе. Она как мозаика. Несколько деталей. Они есть, но они не достроены. Супер. Супер. Вдох-выдох. Какое заболевание перенес человек? Наставника убираем. Я не знаю этого слова. Чем страдает человек в жизни? Вдох-выдох. Наставника убираем. На прямую вопросы всех душей. Ответы только от души. У него страдания связаны с боязнью. Он считает, у него время не ограничено. Это не повлияет на его время. Он уже видел. Он уже спрашивал. Не конкретно. Алкоголизм. Видишь конкретно? Нет. Он у него просто фоном прошит на фотографии. Нет. Я вижу разрушение только печени. Разрушение печени. Алкоголизма не вижу. Потому что алкоголизм берется напрямую от души информацией. Ты задаешь вопросы, тебе приходит ответ. А наставник тебе мешает. Ты видишь, что ты сущность создал, которая тебе прикрывает информацию. И уводит тебя в какие-то разговоры, чтобы энергию качать. Посмотри на наставника со стороны. Я осознаю и признаю разницу между мной и наставником. Повторяй. Я осознаю и признаю разницу между мной и наставником. Между моей душой и наставником. Между моей душой и наставником. Вдох, выдох. Потянись. Я осознаю и признаю своё старое решение. Разрешить наставнику перекрывать мне информацию. Вмешиваться в информационный поток. Вмешиваться в информационный поток. Становиться между мной и моей душой. Становиться между мной и моей душой. И отменяй это решение здесь и сейчас. И отменяй это решение здесь и сейчас. Кнопочку delete видишь? Нажимай. Здесь и сейчас. Выдох, потянулись. Удаляй. Удаляй. Кнопочку delete нажимай. Вдох, выдох. Наполняемся любовью. Наполняемся любовью. Наполняемся любовью. Мне солнечное спутение. Сюда, сюда, сюда голову. Любовь, всё. Энергия пошла. Ты сейчас будешь свободным. Ты свободен. И это твой осознанный выбор. Вдох, выдох. Просыпаемся. Чувствуй руки-ноги. Чувствуй руки-ноги. Открывай глаза, смотри на меня. Ну вот видишь? Процесс пошел. Продолжение следует. Это мое или нет? Это мое или нет. Ну, вернусь на место и произнеси, это мое или нет. Ага, тело идет назад. Хорошо. Калибровали, забыла, какой вопрос хотела задать. Про что мы говорили? Про принятие себя. Пропринятие себя. Зачем я глаза открыла? Глаза, пожалуйста. Глаза, пока я тебе не скажу. Давай еще раз, это мое, да? Это мое, да. Угу. Нет. Это мое или нет? Угу. Я принимаю себя целиком и полностью. Про произнеси. Я принимаю себя. Угу. Что ты мне рассказываешь? Все увидели? Все увидели? Принимаешь ты, принимаешь. Я целостен. Я целостен. Угу. Все видели, да? Угу. Угу. Я беру на себя ответственность. Я беру за свою жизнь ответственность на себя. Угу. Я беру за свою жизнь ответственность на себя. Угу. Я беру за свою жизнь ответственность на себя. Я беру за доступ к информации ответственность на себя. Угу. Я беру за доступ к информации ответственность на себя. Угу. Я беру за доступ к информации ответственность на себя. Угу. Я контролирую себя. Я контролирую себя. Да. Спалился. Ой, как классно. Вообще, ты сегодня сжигаешься. Что с этим? Ты уверенно говоришь о том, что ты себя принимаешь. Я говорю, мы не будем спорить, давай проверим через тело. Вот этот тест показывает, насколько... Отсюда ты говоришь, да, это же так надо, это так круто. Конечно, я себя принимаю. А вот этот тест, который показывает, ты вот задаешь вопрос, да, я принимаю себя. А у тебя ба-бах тело говорит, да ни хрена ты не принимаешь. Понимаешь? Потом ты уже собрался, да, начал контролировать себя. Контролирую себя. Все видят, поле работает таким образом. При этом даже тело подрагивает на протез. Ну где-то если это... Ну ты стал контролировать. Ты правил тело сразу. Я контролирую себя. Бах, тебе да. Да, 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 да. То есть через тело ты уверенно говоришь о том, что ты себя супер принимаешь, а твое тело говорит, ну все видят, считывают, что нет, не принимаешь. А ты доказываешь. А вот мы тебе показывали просто как бы через вот это, что ты не принимаешь себя. И для этого тебе нужен наставник. Она работает над этим. Ну это очень удобно. Ты часть, которую не принимаешь, причем, заметь, лучшую часть, ты выделил ее. Да, часть, которая обладает способностью. Ты ее вынес. Ты ее вынес, понимаешь, наставника накачал этой энергией, а себя не принимаешь. То есть и компенсация через наставника идет. Тебе проще вот работать с наставником вот на выносе, чем принять это в себе. Но лучшую часть причем. У этого есть выгода. Потому что все дурные будут липнуть, потому что они знают только эту концепцию. Они не умеют напрямую брать информацию. Но тебе нужны дурные в своей жизни. Найди себе нормальных людей для общения. Дурных больше. Дурных больше? Отменяй, удаляй. Так выбирай. Смотря для чего. Опять же. Смотря для чего. Понятно, что в общении, для того, чтобы сделать что-то толковое, конечно, лучше умный. В том-то и дело, понимаешь. Но такие дружины, которые идут за таким же дуровством, почему бы и нет? Дать себе дуровство, но при этом оставаться с собой. Ты пойми, что информация, она всегда работает в том случае, когда ты искренен сам с собой. Если ты хотя бы в одном месте пойдешь против себя и против своей совести, у тебя не будет информации твоей внутренней. Все равно там есть у нас программки, которые нам говорят, я чувствую себя комфортно вот здесь и сейчас. А если мне дискомфортно от того, что у меня там что-то внутри цепляет, и говорит, блин, так не надо поступать. Ну это про моральные какие-то? Да, да, да. Это внутреннее ощущение. Это про честность со мной с собой. Это внутреннее. Это внутреннее социальное. По отношению к самому себе. Да, это внутренняя гармония. И когда внутри гармония, вот эта гармония нарушается, а когда человек начинает обманывать кого-то снаружи, вот у меня бывает такое, если я какую-то информацию доносила, я чувствовала, нет, я не лгу, я с этой точки абсолютно нормально ее доношу. И человек учился, все классно-классно на этом уровне. А потом я шагнула дальше, и я понимаю, что этот уровень, он слабый. Он неэффективный. Я могу его размазать и продолжить учить человека дальше, но я с него буду выкачивать деньги. И мне противно от этого, да? Мне проще поставить цену в три раза выше, чем быть противной самой себе. Понимаешь? Но найти баланс вот этот, да, в себе баланс, и тогда информация открыта. И не привязываться к деньгам. Деньги можно компенсировать ценой. Но это, как минимум, если по логике. А вообще, оно компенсирует Вселенная сама, как захочет. Оно работает всегда так. Но баланс внутри себя должен быть, иначе нет доступа к информации. Ладно. В принципе, это можно проработать, и вообще, с моим погружением наставника, в принципе, можно вообще-то обвинуть. Отключить. Я тебе сколько раз в день предлагала приезд, я просто оптом у тебя вот это вот выгляну, какое-то время поплаваешь пространство, и потом будет нормально. Понимаешь, как ты говорила о том, что, ну, при той глубине, на которую я, которая за рамки таблицы выходит, я, как бы, ну, больше привержен к тому, что бы, все-таки, лучше бы меня Олег тогда дал. Ну, Олег, да, сейчас нету, поэтому... Вот я сегодня хотел, чтобы в Сербии ехали, у него не получится. Я хотел, чтобы он был максимально глубоко. У нас там тоже есть одна ладонка. Понимаешь, глубоко – это одна тема, а снести программное обеспечение – это другая тема. Понимаешь? Поэтому я вот и имею вопрос к тебе. Вот смотри, он меня погружает на максимальную глубину, на которую я только могу. Да. Что нужно сделать? Снести, снести ограничивающие программы вместе с наставником нахрен. Угу. Просто расчистить место на дисковом пространстве. Сейчас в компьютере много хлама. Нельзя оставлять пустоту. Что туда положить? Любовь. 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 Она автоматически ляжет. Любовь – это нового. Себя. Самого себя, да. Себя положили. Себя положили. Видишь, Матикс пришел сходу тебе говорить. Спасибо. Привет. Какого? Себя. Что ж будет страшного, если ты примешь вот эту часть, который знает… Это самое сложное на самом деле. Которые нет. Ну все, я уже понял, как это сделать. Ну… Да. Но программы все идут стандартными путями на отмену. У тебя мало то, что они спакованы вместе, да, с цепкой идут. Так еще зацеплены за какого-то наставника, потому что лучшая часть тебя вынесена. Вот мы сейчас ее отцепили, да, она сейчас болтает. Это вопрос, ты ее вернешь обратно или не вернешь? Соединить с собой настоящего, да, опять к чему-то ее прицепить. Ну, конечно, можно к чему угодно прицепить. Ну, страх есть принятие. То есть, надо себя принять настоящим и все не посмотреть к себе. Они просто не постоянно со мной. Он по триггеру включается. Зачем тебе триггера? Нет, подожди. Он сейчас так сопротивляется, понимаешь, что тут сидит и сопротивляется. Он привык этому. Сейчас он сидит, я ему три раза вдаваюсь на тот же вопрос. Потому что триггер гнорит. Триггер выносит ответственность от тебя опять наружу. Он говорит, мне поставили триггер ненормальный, я не пользуюсь. А я сам не могу. Я не об этом. Я к тому, что вы видите, что наш основник, он у меня в голове там и все. Да. Он у меня в голове и все. Но. Но. Зачем он тебе? В голове твоей? Тогда ты можешь без него. А он включается по триггеру, пока этот триггер не произношу, не проговариваю или так. Ты же говорил, что он в голове. Давай, сейчас мы строгаемся от тебя. Ты же говорил, что он в голове. Есть баба, которая точно так же разговаривает на иностранном языке и спрашивает, чей или нет ей контакт. Ей отвечает и она тут же транслирует другим людям. И у нее очень много подписчиков и она им втюхивает какую-то концепцию бытия с кучей ограничений. И мне люди пишут и спрашивают, на каком языке она разговаривает. Знаешь, я потрудилась. Я взяла и составила одну и ту же фразу на русском языке и одну и ту же фразу на этом языке. И в обратную сторону точно так же, да? Просто вот трешечку-матрешечку такую сделала. И у нее ни разу не было одного и того же соответствия. Понимаешь? То есть она трындит. А вы что-то трындите? Зачем? Потому что у человека включается сознание, он проваливается транс. А потом идет просто внушение какое-то концептуальное. Она засирает голову людям. Понимаешь? Ну, есть такой человек и есть же спрос на это. Есть те, кому надо, чтобы засрали голову. Прекрасно. Пускай живут и радуются жизни. Это программа «Готы». Они с этим пришли в развитие через боль. Они этому именно и верят. Именно вот это. Но вопрос сейчас в себе, как в себе в расчисленном формате. Вопрос уже в другом. Ты хочешь? только затем забл stan. Не забывай grad, а я повернулся. Это вот Sen mamy маленькое плакание в кровь.